проехали водородницу сейчас поворот на нее тоже можете посмотреть у нас есть и пролет есть хочу тоже кстати вон повторно видно если водохранилище и когда мы проехали это было конечно лето тогда был восход солнца чуть ли не там 4 или в пятом часу и мы просто рано проснулись и сюда мы приехали все уже рубила и мы здесь спали там такой водопадик был замечательной от речки и прям по звуку водопада кстати класс место замечательно дорога на заводинку а сколько там написано 3 километра так там дорога такого наваждения не видимо а куда она сейчас полянский перевал потому что село уже было полянской это мы назовем полянский перевал такой тоже нехило если честно а дальше заполянским поскорее всего будет трубку судно больше поселочки мы наверное не будем заезжать наша мечта заводинкой сбылась но там даже магазина естественно нету потому что вот мальчишки которые нам встретились это не но это вид вот вам в полянского перевала тоже лунная долина посмотрим сколько перевал просто раньше не обращал на это внимание когда едешь и едешь а теперь не просто самому интересно давать название я вот даже сейчас знаю что после турбусуна будет что тоже чтобы после тоже не знаю река бухтарма она кстати река бухтарма отсюда такая маленькая небольшая вот это урожай и кстати там прямо в полянском прямо возле огорода но я думаю недорого бы они продавали кстати скоро хэллоуин в соединенных штатах нам туда отправлять она же замерзнет или на замороженной схващи смотрите сколько тыквы товарищей это тургусун все все здравствуйте привет всем злопыхательном кстати вот это эфедра как с наркотическое растение запрещено к рекультивации в россии то есть расти она может но если вдруг вы пересадите то вы попадаете под уголовную статью вот спасибо моим путешествиям поэтому соответственно исторический блок вести будет хотя бы потому что вчера пожалуйста я вот забыл озвучить что на иранские все абсолютно валютные вклады были наложены санкции соединенными штатами и они по моему до сих пор так соединенных штатах и лежат а почему а потому что иранские власти сначала оккупировали посольство сша потом они потребовали за это какое-то оружие но там соответственно может быть сначала надо было вывести все денежные средства а потом уже захватывать посольство но нет тут по известной пословице я извиняюсь сейчас матерюсь называется проебали сапоги проебем и кепку вот сейчас истории же никого не учит вот сейчас пожалуйста все одно и то же и потому же кое-какие огромные средства до материальные где находится правильно за границей а может это специально сделано так зачем вчера у меня не хватило времени сегодня может придется увеличить 1920 году советская армия вошла в севастополь и было расстреляно 12 тысяч человек я не буду говорить кто это белогвардейцы или сочувствующие или как сейчас называется коллаборционисты но тем не менее ребят 12 тысяч человек с учетом того что 6 ноября кстати там удивительно но природа сама способствовала наверно и из-за ветра висеваш ушел практически вода и первыми кто ворвался в крым это были естественно подразделения батьки махно вот мы это об этом тоже уже говорили и соответственно был крым занят побег белой армии можете посмотреть таких фильмах как бег булгакова которого кстати сейчас не любят очень в украине почему-то да и служили два товарища там высоцкий играет вот это вообще советую посмотреть и вы увидите какая трагедия была русского народа и украинского и ну и как сейчас происходит в принципе как и сейчас а победил белогвардейцев там фрунзе именем которого был потом назван город столица киргызстана ныне бишкек ну и вчера был день рождения александра невского орден которого весьма у дедушки и умер 14 ноября армен джигарханян это вам судить великие это люди или нет ну и в 1918 это все про 14 ноября еще мы говорим на украине и формируется директория во главе с петлюрой который свергает гетмана скоропадского фитлюру потом фитлюру петлюру потом в конце убивает человек еврейского происхождения а почему а потому что за время гражданской войны в россии имело место 1236 случаев антиеврейских выступлений 887 из которых было отнесены погромом из них 493 акции совершили петлюра в ци почти половину до 40 процентов 307 акции это 25 процентов зеленые 213 случаев это 17 процентов белогвардейцы но и красные тоже не отступили восемь с половиной процентов около 106 поэтому евреи которые заигрывают хотя в принципе президент еврей да и гордон еврей но все же прекрасно все понимают ну из хорошего 15 ноября 1945 года родилась солистка группы аба ани фрид или ани фрида линкстад ну красотка по тем временам я думаю даже некоторые девушки беленькие хотели походить на беленькую из аба а темненькие на темненькую я извиняюсь но солисты групп Назарет хотел сказать Квин но там Квин под вопросом Пинк Флойд Битлз Абаба Бунем обязательно будут в моих исторических эпосах ну еще из интересного в 2003 году в Турции в центре Стамбула был совершен террористический акт именно сегодня 15 ноября где было 28 погибших все в курсе вот этого акта террористического в Стамбуле я думаю что если бы службы бы мониторили предположим бы исторические и как минимум бы центр Стамбула взяли бы вот именно на неделю да плюс-минус 3 дня туда 3 дня обратно я думаю может быть и этих 6 жертв не было сегодня было голосование еще обязательно поэтому и добавил время в ООН о репарациях 94 государства проголосовали за не бензи сказал что никакой юридической силы это не имеет это не имеет силы если как говорится Россия не проиграет самым кабальным договором был Брест-Литовский для России который подписал Владимир Ильич Ленин там тогда отходила Бакинская область потом Прибалтика вся Финляндия естественно Буковина и часть Белоруссии и 6 с половиной миллиардов марок но это бешеная была цифра и Россия выплачивала но после поражения Германии кстати вот буквально в ноябре не помню какого числа вот день плюс 3-2 Россия отказалась от условия Брест-Литовского договора то есть Германия проиграла соответственно договор аннулировался но голосование как вы сами понимаете мы недавно разбирали когда в прошлом году две страны они поголосовали за неонацизм это соответственно Украина да и Соединенные Штаты а в этом году 52 и я думаю что все это голосование подразумевается как или Ишак сдохнет или Падишах ну и сегодня в 1982 году по телевидению были ну и соответственно так похороны Леонида Ильича Брежнева и все думали что групп уронили в России а на самом деле это просто стрельнули пушки но мне кажется можно было какой-то механизм там поставить опускающий групп но на самом деле люди на полотенцах как простого человека опускали его возле кремлевской стены это естественно было тоже удивительно для всех и не забываем что года через два в России должен выпасть такой же Леонид Ильич и два года будет затишье